Директор по развитию компании Global Intellect Service. Ваши аплодисменты! Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие гости! Рад вас приветствовать на нашем общем мероприятии, но можно сказать, на общем празднике. Сегодня будет максимально полезный день. Еще раз здравствуйте, и этому можно похлопать. Спасибо! Итак, я первый спикер, и мы знаем, что в зале много людей, которые только начали знакомство с нашим продуктом и с компанией. Поэтому я в своем выступлении расскажу и о продукте, и о компании, и модели продвижения, и о наших бизнес-процессах, потому что, чтобы в дальнейшем, когда мои коллеги выступят, они будут рассказывать различные детали, обновления, достижения, чтобы мы все все понимали и были в контексте. Хорошо? Тогда погнали! Что же такое UDS? UDS — это продукт для двух аудиторий. Первая аудитория — это все мы. Мы — покупатели, физические лица, мы ходим в рестораны, магазины, пользуемся какими-то услугами. Для нас это бесплатное мобильное приложение, которое позволяет экономить. Экономить свой бюджет, семейный бюджет. Или, мы по-другому говорим, позволяет получать большее. Ну, например, я пришел в кофейню, купил кофе за 150 рублей, но если у меня есть приложение UDS, то я получу еще бесплатный десерт. Такой приятный бонус. Я сам лично пользуюсь приложением. Вот можете посмотреть такой результат. Я сэкономил уже более 70 тысяч рублей с приложением. У меня есть друзья, у которых результат внушительнее. Вот у Юлии там 200 с чем-то тысяч уже сэкономлено. Ну и самый чемпион в этой троице — это ССЭК — более чем 400 тысяч рублей. Такой классный получился бюджет сэкономленный. Идем дальше. Вторая аудитория — это бизнес. UDS для бизнеса. Это комплекс инструментов по работе с клиентами, который позволяет увеличивать прибыль. Какие основные модули? Это мобильное приложение, программа лояльности, интернет-магазин. При этом мы предоставляем интернет-магазин как и на мобильных устройствах в приложении, так и веб-версии, чтобы открывать можно было в том числе и через компьютер. Система сбора обратной связи, что является основой программы лояльности, потому что всегда необходимо понимать качество сервиса своего бизнеса. Это новости, акции, пуш-оведомления. Конечно же, нужна CRM-система, чтобы строить стратегию, статистику, аналитику и в дальнейшем стратегию по работе своего бизнеса. И UDS сделал первой в мире автоматизированную систему кросс-маркетинга, а о ней мы тоже подробнее поговорим. Вообще, на текущий момент в UDS более 30 маркетинговых инструментов. Давайте разберемся, каким же образом данные инструменты помогают увеличивать прибыль. Для того, чтобы… и посмотрим некоторые примеры. Для того, чтобы подробнее рассмотреть этот вопрос, необходимо вспомнить такую простую утрированную формулу. Все с ней знакомы. Прибыль – это доход минус расход. При этом здесь есть очень важное одно замечание, важный момент. Если мы хотим увеличить доход, это означает, что мы должны поменять свое поведение работы с клиентом, поменять свою стратегию с клиентом. О чем это говорит? О том, что текущее наше действие приводит нас к одному результату, к одним деньгам в бизнесе. Здесь нужно предпринимателям понимать о том, что если они хотят другой результат, выше, значительно больше денег, можно сказать, означает, что мы должны внедрить какие-то инструменты, какие-то методы работы с клиентами, чтобы доход стал больше. Если же мы хотим увеличить прибыль за счет снижения расхода, и ни в коем случае снижение расхода не сбрасывайте со счетов, мы посмотрим на примерах, как можно с помощью снижения расходов увеличить прибыль на миллионы рублей. Это означает, что мы должны внутри компании принять административные решения. Например, мы больше не будем пользоваться прямыми скидками в программе лояльности. Мы на практике увидели, что это увеличивает прибыль, то есть снижается значительно расход. При работе с инструментами UDS есть инструменты, методы, которые позволяют, как и увеличить доход, в том числе и оптимизировать расходы. Для этого мы используем, сейчас будет для примера, три способа. Первое. Я вам расскажу, как можно снизить расходы, используя инструменты UDS, какие есть для этого методы. Второе. Мы разберем, как можно увеличить доход за счет работы с текущими клиентами. И третье. Каким образом можно привлечь новых клиентов, но мы любим альтернативные способы. То есть это не тот способ, когда просто инвестируешь в рекламу, это довольно рискованный еще при этом способ, и в дальнейшем ждешь клиентов. А мы любим альтернативные способы, где рисков меньше, но тоже получается довольно отличный результат. Так? Поехали. Первая рекомендация, в принципе, я о ней уже сказал. Можно снизить расход, убрав прямую скидку и заменив ее на бонусную систему. Почему это нужно сделать? Потому что, во-первых, скидочная система, она уже так не работает на возвращаемость клиентов. То есть, к сожалению, когда клиент получает скидку, скидочную карту размером 5-10%, у нее не возникает такое мнение, что типа, вау, вот эта скидка, я душу за тебя продам, точно к себе вернусь. Ну, скидка сегодня не удивишь. К тому же прямая скидка – это пожиратель прибыли. Нам бизнес нужен для увеличения прибыли, методы увеличения прибыли. Поэтому в этот мир пришли бонусные системы. Бонусные системы, они говорят о следующем. То есть клиента 5-10% скидки не удивишь. Клиенту удивит скидка, например, 40%, 50% или 30%, и тогда он действительно такой, вау, вот эта скидка, наверное, точно надо вернуться. Но понятно, мы каждому клиенту такую скидку давать не можем. Поэтому бонусные системы, они говорят клиенту следующее. Ты можешь получить скидку 30-40-50% вообще, какую хочешь. Ты сам решаешь, какая у тебя будет скидка, но только накопи бонусы. И, соответственно, ты сам решишь, когда ко мне прийти. Но здесь есть важное замечание. Я написал гибкая бонусная система. Она говорит о том, что бонусы нужно давать не только за счет покупок клиента, как это обычно часто бывает. Мы все встречались с тем, пришел, купил, получил какой-то некий кэшбэк. Необходимо построить с клиентом некоторые отношения, такие, что клиент делает какие-то действия, которые вам полезны как бизнесу, и вы за это можете давать бонусы. Ну, например, за рекомендации. Клиент порекомендовал, получил бонус. Например, клиент может оставить отзыв в агрегаторах, в Яндекс.Отзывах, в Гугл.Отзывах, и тоже за это получить бонус. Клиент может о вас рассказать в Инстаграме, и я вообще считаю, что это лучшая реклама. User Generation Content, когда клиент прямо в Инстаграме на видео записывает ролик и рассказывает про ваш бизнес, и вы за это тоже можете сделать некий конкурс, дать за это бонусы. То есть бонусы должны для вашей компании стать некоторой внутренней валютой, с которой вы с клиентом рассчитываетесь за те или иные действия. И получается такая схема вин-вин. Клиент копит быстрее бонусы, тем самым быстрее возвращается. Вы получаете активность пользователей, что вам помогает в дальнейшем продвигать бизнес. Идем дальше. Снижение расходов можно в том числе сделать, и заменив смс-ки на пуш-евдомления. Потому что смс — это довольно дорогой способ общения с клиентами. Второй — он менее эффективен, чем пуш-евдомления. Ну, в смс-ке можно просто там отправить немного текста, прикрепить ссылку, и в принципе на этом все. В пуш-евдомления можно разместить фотографии, много текста, и в том числе можно прикрепить товары, где клиент, например, получает пушку, а у нас новая коллекция, он ее открывает, смотрит, там какая-то одежда, описание, и может сразу в один клик, там прикреплены товары, сразу в один клик оплатить Apple Pay и Google Pay, и сразу сделать заказ. Это очень круто, когда вот сделка, она очень короткая. Клиент познакомился и, в принципе, сразу может в одно касание там сразу же заказать. К тому же, то есть это позволяет нам делать мобильное приложение. Мы на практике видим, что мобильное приложение — это лучший инструмент, как и в программе лояльности с клиентом, потому что клиент видит свои бонусы в приложении, он видит, на что их может потратить, какой у него статус и так далее. И в том числе предприниматель хорошо может строить канал коммуникации с клиентом. Идем дальше. И третий блок — это отказаться от той рекламы, где вы не видите результата. Если вы сейчас пользуетесь рекламой, где вы не видите, сколько клиентов на нее посмотрело, сколько из них пришло, и сколько денег они оставили, лучше от этой рекламы отказаться, потому что вы не можете управлять ей результатами ее, а переложить эти деньги в ту рекламу, где виден результат. В том числе UDS здесь помогает измерять рекламу. У нас есть такой инструмент, например, источники трафика. Они помогают измерить почти любой вид рекламы. Например, в лифте разместили рекламу, можно с помощью UDS разместить QR-код, разместить ссылки, если это онлайн-реклама, и в дальнейшем посмотреть действительно, сколько клиентов по этой рекламе пришло и сколько денег они оставили. И принять решение, стоит ли в дальнейшем в эту рекламу инвестировать, либо же стоит протестировать какие-то другие гипотезы. Я обещал вам результат. Это предприниматель, который поделился своими цифрами. За это ему огромное спасибо. Это компания настоящая пекарня. Я еще упоминал о том, что ни в коем случае не пренебрегайте расходами, их оптимизацией. И вот просто за счет того, что данный предприниматель оптимизировал свои расходы, получил, что экономия на скидке составила более 7 миллионов рублей. То есть у них была скидочная система, заменили на бонусная. На смс расходах более 5 миллионов. То есть как мы это посчитали? Мы просто посчитали количество отправленных пушеведомлений и умножили на 2 рубля, как будто предприниматель отправлял вместо пушки, допустим, смс. Понятно, что пушеведомление, вероятнее всего, если бы предприниматель знал, что на смс потратить 5 миллионов, вряд ли бы он потратил. Но когда предприниматель перешел на пушки, то это как бы развязало руки и тем самым коммуникации стало больше, потому что она бесплатная, и, соответственно, к клиенту можно приближаться ближе. И экономия на печати сертификатов. У нас электронные сертификаты есть. Не обязательно печатать бумагу и на этом тратить деньги. 200 тысяч рублей. Общий профит более 13 миллионов рублей. Как вам такой результат? Я думаю, классно. Можно аплодисменты предпринимателю, потому что действительно была определенная комплексная работа. Переходим ко второму блоку. Так, с первым разобрались. Давайте посмотрим, как можно увеличить доход от текущих клиентов. Конечно же, здесь будет история про увеличение среднего чека. Каждый предприниматель знает, что нужно работать на увеличение среднего чека. Но мы в своей практике видим, что не все предприниматели над этой темой до конца дорабатывают. Ну, то есть, например, самая простая рекомендация – это своим сотрудникам внедрить речевой скрипт. Для этого есть даже хороший пример. Компания McDonald's. Каждый раз, когда вы совершаете покупку в McDonald's, то что там говорит сотрудник? Пирожок, соус, картошка, пирожок, соус, картошка. И так каждому сотруднику. McDonald's – умные ребята, много классных маркетологов, и они понимают, если они перестанут говорить эти слова, компания недополучит миллионы долларов. Поэтому у вас в вашей компании должно быть то же самое. С сотрудником распечатайте речевые скрипты, где они предлагают конкретные товары для покупки, какие-то апсейлы, и у вас просто вырастет средний чек. Простая рекомендация. Этому может помочь в том числе и бонусная система. Например, клиент совершил покупку на 800 рублей, к нему можно подойти и сказать, у вас 800 рублей покупка, можете докупить вот этот классный чизкейк свежий или вот этот товар, вы получите, у вас будет чек 1000 рублей, и вы получите овербонус. То есть 300 бонусов еще на следующую покупку, тем самым клиентов мотивируя увеличивать средний чек. Второй момент в бизнесе – это повышение частоты покупок. На повышение частоты покупок работают уведомления. Самое классное уведомление – это поздравление клиента с днем рождения. Здесь опять возвращаемся к мобильному приложению. Почему именно оно? Потому что хорошо мобильное приложение собирает данные. И если мы знаем день рождения клиента, то можно поздравлять с его днем, тем самым и увеличивается лояльность клиентов. К тому же мы можем это делать так, что, например, в рестораны, поздравить с днем рождения клиента за 5 дней до дня рождения и сказать, дорогой друг, мы знаем, что у тебя скоро день рождения, вот тебе 500 бонусов, не забудь его справить у нас. И тем самым увеличивая загрузку так называемую банкетную, что клиент, у него больше становится мотивацией, повод вернуться в ресторан и справить день рождения именно там. В том числе работает так с салоном красоты, что можно красоту наводить в день рождения и так далее. Поздравления с 8 марта, 23 февраля и с любым праздником. То есть опять, когда мы говорим про коммуникацию с клиентом, вот именно вот такая цифровая инструмента позволяет с клиентом общаться чаще, интересней и тем самым увеличивая, который позволяет увеличивать прибыль. Третий, альтернативные способы дохода. Это, например, про то, что в UDS можно за 15 минут сделать интернет-магазин. То есть если вы всегда делали только офлайн-продажи, у вас филиалы, магазины, то вы можете за 15 минут, в принципе, настроить интернет-магазин, и вот вам альтернативный способ дохода. Можно придумывать различные сертификаты, например, сертификаты на 10 кофе, на 15 кофе, где можно сразу клиент вперед платит за какой-то сертификат, тем самым он получает выгоду, а для вас он всегда деньги вперед платит, и у него есть мотивация вернуться. А когда он придет за кофе, ему всегда можно сделать что? Апсейлы, допродажу, какие-то десерты еще продать. И, конечно же, основа программы лояльности – это даже не бонусы и скидки. Основа программы лояльности – это обратная связь, потому что клиенты к вам возвращаются не ради бонусов, а ради качества сервиса и услуг, потому что им у вас нравится. И чтобы понимать, что им до сих пор нравится, и клиент, который пришел в первый раз, он готов к вам вернуться повторно, необходимо использовать определенную систему сбора обратной связи. Мы поняли, что лучший инструмент для этого – это как такси. Я прокатился на такси, и у меня открывается окошко о цене обслуживания. Вот подобную систему также она показала. Подобная система показала успех, потому что она с большей вероятностью собирает обратную связь, с большей конверсией. И эта обратная связь, она правдивая. То есть клиенты просто ставят звезды, и если клиент поставил три звезды, то можно вернуть клиента, позвонить ему, подарить ему бонусы, сказать, вот вам 300 бонусов, это как-то сгладит впечатление. И, соответственно, клиенты возвращаются. Вот еще пример по этому блоку. Это компания Cleverfish, магазин морепродуктов, увеличение среднего чека на 40%. И у вас в бизнесе может быть абсолютно такой же результат, ничуть не хуже, если вы построите определенную стратегию работы с инструментами, с диджитал инструментами. Он называет заказы только через UDS. У них есть и альтернативные способы заказа. Более 1000 заказов с суммой на 4 миллиона рублей. Количество покупок на клиента, здесь очень важно, равно 5. Это очень хорошая возвращаемость. То есть на текущий момент клиенты уже в среднем в 5 раз приходят в этот магазин. И об этом, кстати, самые принципиальные самые цифры. Мы о ней часто говорим на различных форумах маркетинговых. Выручка с повторных покупок более чем на 30 миллионов рублей. И это составляет почти 80%. Это, кстати, еще одно доказательство, вот прямо на примере на кейсе, что больше денег приносят именно повторные покупки, именно постоянные клиенты. Поэтому именно на них необходимо обращать большее внимание. Идем дальше. И третий способ привлечения новых клиентов. Третий для нас инструмент. Для этого мы используем реферальные системы. То есть мотивировать клиентов вас рекомендовать. Рекомендации вообще самый лучший способ продвижения компаний. Но мы поняли, что просто давать бонусы за рекомендации, этого недостаточно. Для того, чтобы рекомендации действительно работали, есть такой закон. Хочешь рекомендации, о них необходимо просить. Просить в социальных сетях, просить в речевом скрипте в вашем магазине. То есть в социальных сетях необходимо периодично выкладывать посты, где вы говорите клиентам, что спасибо, благодарите их за рекомендации, говорите, не забывайте, пожалуйста, нас рекомендовать. Мы вас очень любим и будем для вас делать всегда стараться лучший сервис. Если клиент совершил у вас в магазине покупку, то совершенно нормально будет просто попросить его рекомендацию. Потому что у вас сотрудник может сказать речевой скрипт. Спасибо вам большое, мы ждем вас снова. Не забудьте, пожалуйста, нас рекомендовать. Потому что мы поняли, что люди иногда не рекомендуют по той причине, что просто забывают. Они хотят вас рекомендовать и готовы это делать, просто забывают, поэтому им необходимо об этом напоминать и их этому учить, можно сказать. Сделайте конкурс, можете разыграть телефон, и это тоже дает отличные результаты. В том числе мы сейчас посмотрим на примере о том, что появились примеры компании, которым новые клиенты приходят просто из рубрикатора UDS. То есть клиент скачал бесплатное мобильное приложение, он видит там другие компании. Если карточка компании заполнена вкусно, красиво, то клиент, высокая вероятность, что клиент туда придет просто посмотреть на это заведение, попробовать качество услуги и сервиса. И увеличение репутации в отзывиках, вообще увеличение репутации в интернете тоже влияет на привлечение новых клиентов. Как это можно сделать просто? У нас есть компании, которые выходили в топ-1 по Яндекс.Озову, Гугл.Отзовах, используя простую механику. Когда клиент оставляет оценку обслуживания 5 звезд, это же важный такой триггерный момент, то есть клиенту все понравилось. И его в этот момент можно ему отправить автоматическое сообщение о том, что спасибо за высокую оценку, оставьте нам, пожалуйста, отзыв по этой ссылке, которая ведет к отзывику. Тем самым клиенты оставляют отзыв, а ваша компания поднимается в репутации, и вас, ну, клиенты из интернета начинают видеть больше. Вот пример. Chicken House из города Тверь. Это сеть фастфудов. И по рекомендации у них была стратегия, и есть стратегия того, что они в сценных сетях об этом говорил, используют те инструменты, о которых я сообщал. Более 19 миллионов по рекомендации из рубрикатора, более чем на 23 миллиона, общий профит 42 миллиона. Внушительная цифра. Вообще это можно объединить такой некой фразой. Автоматизация — это свобода. Вообще надо стараться автоматизировать всю рутину, потому что рутина, она съедает и время, и энергию. Чтобы вообще предприниматели должны убирать рутину из работы, чтобы заниматься важными задачами, строить стратегию работы компании, а не заниматься тем, что там какие-то распечатывать анкеты для заполнения и так далее. Ваши сотрудники тоже должны заниматься не рутиной, раздавать карточки скидочные или что-то подобное. Они заниматься должны самым главным, что и строит лояльность клиентам. Они должны уделять время клиенту, даже элементарно спросить, как погода, как дела, и просто улыбаться. Иногда ваши сотрудники не дорабатывают, по той причине, что очень много рутины. Хорошо. Второй блок моего вступления — это про модель продвижения UDS. И мы здесь обращаем особое внимание, потому что на сегодняшний день можно сказать, что в конкуренции недостаточно сделать хороший продукт. Для успешной компании необходимо построить эффективную модель продвижения и построить определенные бизнес-процессы, отваженные, и тогда и будет действительно… Вот это и является большинство успеха, именно от этого зависит. И мы этому обратили особое внимание, и мы разработали определенную модель продвижения, которую я познакомлю, и назвали ее «Смарт-бизнес». Она основывается на рекомендациях. Я думаю, никто со мной не будет спорить, что рекомендация является одним из самых эффективных и доверительных способов продвижения компании. Проще говоря, если вашу компанию рекомендуют, то все будет в порядке с компанией. Будут и клиенты, и значит, у вас высокая лояльность. Мы на этой теме построили партнерскую программу. Здесь не открыл Америку, партнерские программы есть у всех крупных компаний. Например, у банков есть, где порекомендуете наши кредитные продукты другу, и вы получите за это денежное вознаграждение. У бытовой техники крупных магазинов есть партнерские программы. И в том числе мы разработали партнерскую программу, где за рекомендацией можно зарабатывать деньги. Рекомендации продукта UDS. Но здесь важный момент, что мы построили многоуровневую партнерскую программу. И это принципиальное отличие. Потому что… Почему многоуровневый? Многоуровневый – это означает, что можно получать доход не только со своих личных рекомендаций, но и с рекомендаций, с некой построенной структурой и командой. Я порекомендовал Вася, Вася, конечно, говорил Петя. И в том числе с рекомендацией Пети я тоже могу получать определенные вознаграждения. Почему многоуровневые? Потому что одноуровневая партнерская программа, когда я делаю рекомендации и зарабатываю, это похоже, я думаю, ну, вы, наверное, уже поняли, это похоже на менеджера по продажам. Я делаю действия – зарабатываю. Я делаю действия – зарабатываю. И это не похоже на бизнес. А вот многоуровневая партнерская программа, она позволяет строить системный бизнес. Потому что зачем предприниматели вообще открывают бизнес? Зачем предприниматели открывают бизнес? Чтобы не работать. Да, чтобы не работать. То есть примерно картинка одинаковая у всех. Я построил там, открыл один филиал, два филиала, 10 филиалов. Потом я построил там 100 филиалов. И, соответственно, построил какой-то уже системный бизнес, который работает и без меня. Я улетаю на Бали, там серфинг, ретрит, и жизнь удалась. Примерно так похожая модель. И вот это как раз и говорит о системном бизнесе. То есть многоуровневая партнерская программа говорит о том, что если вы построите структуру сбыта продукта, построите определенную команду, то это будет и есть системный бизнес, что привлекает сильных людей. Мы хотели в свою команду сильных людей. Потому что на одноуровневой, как я уже говорил, менеджер по продажам, сильных людей не привлечь. Немного цифр. До 80% прибыли мы отдаем партнерской программе. То есть партнерам. Потому что мы понимаем, что создать продукт, это от успеха, наверное, 30% успеха компании. Большая часть успеха компании – это модель продвижения и бизнес-процесса в компании. Поэтому мы это осознаем. Поэтому большую часть вознаграждения у нас получают партнеры. Кто же у нас является участниками партнерской программы? Первая – это, конечно, наши клиенты, которые используют продукт UDS, получили прибыль, получили результат, и у них возникает мысль о том, чтобы открыть второе направление бизнеса, стать нашими партнерами, и второе направление бизнеса по масштабированию, по распространению продукта UDS. Вторая аудитория для нас – это физические лица, которые хотят открыть свой бизнес, но не хотят его открывать в таком неком красном океане, как говорят, о том, что если сегодня открыть ресторан, то это, во-первых, дорого, и это довольно конкурентный рынок. Саун красоты и так далее. В принципе, любой бизнес, розничный магазин, это будет встречать все высокую конкуренцию. В нашем же случае, и они поэтому рассматривают, в том числе и партнерские программы с нашей компанией. Потому что что же их привлекает? Привлекает их то, что это IT-бизнес. И мы получаем все плюсы IT-бизнеса. Это значит, что не нужно хранить продукт, ему не нужна логистика, можно делать бизнес откуда угодно и когда угодно. И к тому же самое… Здесь нет сотрудников, есть только партнеры. И самое вкусное здесь то, что все риски, они замыкаются на тебе. О чем это говорит? В любом линейном бизнесе очень много внешних рисков. Ну, например, самый популярный или самый знаменитый сейчас – это пандемия, которая просто взяла и закрыла все рестораны на определенный период. В том числе это коснулось салонов красоты, розницы и так далее. В нашем же случае во время локдаунов мы работали из дома, открывали ноутбуки, сделали встречи по Zoom. Нас это, в принципе, можно сказать, не коснулось. Внешним риском являются в том числе и сотрудники. Когда сотрудник не вышел на смену по каким-то причинам, соответственно у вас это как-то отрицательно повлияло на бизнес. Арендатор мог что-то внести, новые условия. То есть очень много внешних рисков, которые помогают, мешают бизнесу делать те результаты, которые бы хотелось. В нашем же случае эти риски, они их почти нет. И как бы со взгляда компании сравнивать две эти модели, партнерская программа, либо открытие офисов, нанимание менеджера по продажам, мы сделали именно выбор в сторону партнерской программы. Потому что мы там увидели значительно больше плюсов. Потому что менеджер по продажам это наемный сотрудник. И мы там видим все определенные показатели, что касается именно наемных сотрудников. В партнерской программе каждый человек это предприниматель. И он строит свой бизнес, строит свой системный бизнес. И я думаю, даже вы чувствуете, с какой энергией человек будет продавать продукты, масштабировать свой бизнес. Потому что он делает свое дело. Есть еще множество и других преимуществ. Например, не нужно открывать офисы, их не обязательно открывать. Для бизнеса вообще достаточно только смартфон и ноутбук. И отсутствие конкуренции. Потому что все партнеры строятся в одну команду. У партнеров эксклюзивное право по распространению продукта. Только они могут строить, масштабировать бизнес, продавать продукт и подключать новых партнеров. И тем самым все выстраиваются в одну команду, где команда друг другу помогает и помогает строить друг другу бизнес. Мы делаем это не просто так. У нас есть миссия. И это я даже говорю не так, не ради красного словца. Мы хотим делать предпринимателей успешными и свободными, чтобы в том числе и росло качество сервиса, и конечные клиенты тоже получали лучший продукт, лучшие услуги и лучший сервис. И тем самым мир стал немного лучше. Тем самым получилось построение отношений в Вин-Вин. Я завершаю. И в свое завершение я хочу сказать о том, что самая наша главная ценность компании это люди, это предприниматели, это наше предпринимательское сообщество. Вы здесь можете знакомиться с ним. И я не буду ходить вокруг да около. Я делаю прямое предложение. Если вам откликается наш продукт, наша миссия и наше сообщество, то нам точно по пути. Пойдемте с нами. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok